приветствую я тихо александр алёнин тихо мышкин я сейчас расскажу вам свои искренние предположения мысли почему нам врут насчет формы земли по крайней мере я знаю я считаю лично что космос не существует и что там вода или что-то подобное океан насчет формы земли не знаю какая она но я просто хочу сказать что то что я сейчас дальше скажу это я 2017 году сказал посоветовал одному очень известному в узких руках конспирологу по космосу и он это применил и достигнет своих успех потом когда я узнал что он работал полицейским я разочаровался в нем мы все равно продолжу смотреть его ролики сейчас я принимаю лекарства я у меня депрессия тревога и я состою на учете у врача в общем я рассказал вам правду и вот мои мысли просто послушайте вот что на нем сказал смотри сколько уходит денег на то чтобы запустить ракеты в космос сколько уходит денег на то чтобы осваивать космос ну чтобы чтобы летать в космос огромные деньги невероятные суммы денег миллиардов причем простых налогоплательщиков таких как мы даже я безработный живу нашей матери мамы и даже до любой человек даже безработный когда идет магазин покупать он платит ндс налог на добавленную стоимость государству с покупки товара в сша же там частные частные это с этим занимаются часть налоги но и там тоже налоги дерут с людей немалые но это ладно ну мы то мы то нищие и с нас и так дерут налоги а смотрите ответим который вопрос что достигли что достигла наука и в частности освоение космоса что оно дало простому народу что оно дало простым людям вот у нас предприятие которое делает детали для спутников или spatius детали 10 спутников для ракет я его и его его строят строят там новое предприятие Это городоподразующие предприятия, а вокруг него абсолютная нищета, разруха, мусор, нищие гаражи, дома абсолютно нищие, огромные налоги на жилплощадь, на все, цены растут. Вот, я ничего не хочу говорить про политику, ничего, просто я хочу сказать вам тем, кто, вот, люди на самом деле не задумываются вообще о том, космос, не космос, летают, не летают, просто, и ничего не изменится от того, что вот я буду говорить или другие конспирологи. Но дело в том, что, просто задумайтесь, что есть элита, горская элита, это очень богатые, сверхбогатые люди, для которых деньги ничто не значит, они бесконечны у них. И есть мы, простые люди, и мы живем в нищете, сколько бы мы ни работали. А они, помимо того, что они, в общем, все, что я хотел сказать, и самое основное, то, что попробуйте найти хоть одно полезное достижение за все сколько десятков лет космоса, полетов в космос, хоть одно полезное достижение, практическое для человека. Эти деньги могли бы пойти на медицину, на наших мам, бабушек, на лечение болезни. Мой отцу могли бы помочь, могли бы помочь сиротам, инвалидам, могли бы вложить эти деньги, невероятные триллиарды долларов, там, в наших налогов. Могли бы вложить в медицину, хоть во что, но этого не делается. Вот основной мой аргумент. И его в 2013 году я посоветовал одному блогеру, который потом забанил мой канал, но это не важно. Я уважаю его творчество, но то, что он был полицейским, не одобряю. Ну, хотя мне все равно, я не хочу, я ни с кем не корректую. Вот, просто вот задумайтесь. И все. И что мы можем изменить? Да ничего, мы просто можем понять это, задуматься насчет этого. Но, к сожалению, изменить мы ничего не можем. Ничего не можем. Люди пытались в США, люди пытались построить независимые государства на свободных землях, ну, вокруг, возле США, где-то южнее. И их просто, их мини-государства, только они начинали что-то делать, просто расстреливали, и пули, которые были найдены в телах этих людей, которые хотели свободы, были американского производства, американской армии, армии США. То есть, никакой свободы здесь нет, здесь бесконечное рабство, нищета. Я считаю, что роботы давно должны заменить труд человека. Начни с себя, это поговорка, выдуманная буржуями, так называемыми. Я не состою ни в какой партии, если что. Пока что на этом остановимся. Вот просто задумайтесь насчет того, что нам дал космос, и сколько на него было потрачено средств. На него было потрачено спойлер. Столько средств, что мы бы могли жить несколько поколений, 10 поколений, все-все-все-всем СНГ, несколько поколений мы могли бы жить бесплатно, получая качественную пищу, и просто не работая, и занимаясь творчеством хоть чем, здоровьем, получая качественную медицину. То есть, огромные-огромные триллиарды были потрачены. И вы спросите, а как же люди, которые работают на заводе? Я сам работал на заводе фрезеровщиком, есть видео даже, документальное видео, те меня снимают, новости для предприятия городообразующего. Я работал, делал детали для спутников, и моя мама там работает. Посмотрите фильм «Куб» или «Куб» первая часть, либо фильм, сериал новый, называется южнокорейский, называется «Игра в кальмара». Там конкретно показано, что каждый человек является винтиком в системе, и он не может ничего, он даже не знает, что он делает. Вот ты делаешь что-то там, смету там, фрезеруешь что-то, тебе сказали, что тебе даже не говорят, для чего ты это делаешь, ты просто делаешь бездумно, ну то есть, или просто делаешь, думая, что это для космоса. Но это на самом деле идет на постройку какого-нибудь Куба. Посмотри «Куб-1» в фильме. Там люди, которые там оказались, они сами были, некоторые из них были теми, кто строил этот Куб, и они не знали, что они его строят. Посмотри фильм, сериал «Игра в кальмара», южнокорейский. Там показано все детальнейшее. Это самый правдивый, революционный сериал за все время. Почему они его сделали? Потому что они уже полностью захватили власть, и элита полностью уже под контролем нас держит. Электронный контроль. И они уже могут что угодно позволять снимать. Без намеков. Прямо открыто. То есть, там человек обращается в полицию, говорит, что его похитили, заставили вот эти вот элита. И полиция ничего не может делать. Либо она заодно даже с ними. Либо она просто не знает, она не может поверить, говорит, что сумасшедший какой-то. Понимаешь? И там показано, как люди обычно плачат нищие существования, и как элита просто развлекается. Вот все, что я хотел сказать. Подписывайся на канал. Группа ВКонтакте «Космоса нет» на зову. Если понравилось, ставь лайк. Я, если надо, буду делать следующие выпуски. Напиши в комментариях свое мнение, только, пожалуйста, без оскорблений. Ну, я не буду реагировать на оскорбления, просто никак отвечать. Просто ответь на вопрос. Посмотри, поищи сам информацию, пожалуйста. Мне самому интересно, что они сделали для простых людей. Ведь это самое главное. Мы люди. Они должны тратить деньги для улучшения нашей жизни, наших денег, налоги. Я не понимаю.